7.00, точное киевское время, информационный марафон, телеканал Фридом Олег Борисов, Лейла Мамедова, работаем для вас, традиционно оперативная информация и ряд всем сегодня предлагаем вам для обсуждения. В частности, поговорим, зачем Российской Федерации принято решение, что теперь все разговоры в больницах будут записываться, поэтому будьте осторожны и следите за своими словами. Также поговорим о том, как Китай усиливает военное давление на Тайвань, почему Российская Федерация сокращает как раз сотрудничество с Индией, а возможно все с точностью наоборот, и тут Индия сокращает сотрудничество с Российской Федерацией, и ситуация на фронте. Эти темы не только сегодня в фокусе нашего внимания. Ну а начнем традиционно с оперативных новостей. Глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Янс Толтенберг обсудили критическую необходимость продолжения помощи Украине. В частности, быстрое увеличение оборонного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США. Они настаивают, что это необходимо для последующей помощи Киеву по пополнению запасов боеприпасов и оружия. О российской войне против Украины говорили советник президента США по вопросам надбезопасности Джейк Салливан с главой Министерства иностранных дел Китая Ваны. Они провели закрытую встречу, которая продолжалась более 12 часов. На ней, в частности, также оценили прогресс по ключевым пунктам после переговоров между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и китайским лидером Физзиньпином, которые прошли в ноябре. Об этом сообщает координатор Совета надбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, стороны также провели конструктивные дискуссии по глобальным и региональным вопросам, в том числе связанным с ситуацией на Ближнем Востоке и в Южно-Китайском море. В то же время Пекин оценил переговоры Салливана и Иван И как содержательные и плодотворные, направленные на дальнейшее выполнение обещаний лидеров Китая и США вести диалог. Нидерландия выделяет Украине 122 миллиона евро на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность. Об этом сообщают пресс-службы правительства страны. На закупку артиллерийских снарядов для Украины из этой суммы пойдет 87 миллионов евро. 25 – Международный фонд для Украины на закупку вооружения. Эта помощь стала результатом консультации контактной группы «Вопросом обороны Украины», в которую входят 50 стран-партнеров. Они помогают Украине закупать оборудование и ресурсы для защиты от России. Послы Европейского Союза поддержали предложение по использованию прибыли от российских замороженных активов для восстановления Украины. Об этом сообщается на официальном аккаунте председательства Бельгии в Совете Евросоюза в соцсети «Икс». Других подробностей пока что нет. Напомню, что информация о том, что США предложили странам «Большой семерки» конфисковать замороженные российские активы в размере 300 миллиардов долларов в пользу Украины, появилась в конце прошлого года. Как пишут СМИ, такой план, вероятно, хотят реализовать ко второй годовщине вторжения Российской Федерации в Украину. Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России. Об этом говорится в коммунике Совета ЕС. Речь идет обо всех экономических ограничениях, введенных еще в 2014-м. Это лимит на торговлю, финансы, технологии, товары двойного назначения, а также промышленность, транспорт и предметы роскоши. Также добавлю, что ко второй годовщине начала полномасштабной войны России против Украины Евросоюз готовит 13-й пакет санкций. Среди прочего, ограничения могут коснуться российского алюминия. Череда технических проблем продолжает преследовать российских авиаперевозчиков, отрезанных от возможности ремонтировать иностранные самолеты и закупать запчасти для них. Так, накануне в полете отказал двигатель у лайнера одной из крупнейших частных авиакомпаний России. Как сообщали местные СМИ, самолет Airbus, на борту которого находилось 170 пассажиров, экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедова и был отстранен от дальнейшего полета. Отмечу, что только с начала этого года самолеты российских авиакомпаний ломались во время рейса как минимум 14 раз. А в период с января по ноябрь прошлого года в России произошло 670 серьезных авиаинцидентов. Это официальные данные Росавиации. Латвия готовится запретить импорт российского белорусского зерна. Подготовить и одобрить соответствующий законопроект должны в течение февраля. Об этом договорилась правящая коалиция. Запрет импорта зерна из России и Беларуси обсуждают в Латвийской республике на самом деле давно. До сих пор правящие коалиции считали, что это лучше всего сделать совместными решениями на уровне ЕС. Путин и Лукашенко договорились вместе работать над вопросами госпропаганды. Белорусские и российские диктаторы подписали постановление о создании медиахолдинга так называемого союзного государства, сообщают кремлевские СМИ. Лукашенко заявил, что необходимо не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга. Напомню, что с начала войны против Украины российские власти вкладывают рекордные средства в госпропаганду. В 2023 году расходы на содержание государственных СМИ составили 122 миллиарда рублей. Это превышает бюджеты нескольких средних российских регионов. В 2024 году расходы составят более 120 миллиардов. Ежедневные поиски бутей в обход российских средств радиоэлектронной борьбы, новых возможностей использования в пиве дронов и бесчисленное количество целей. Так выглядят будни украинской аэроразведки 63-й отдельной механизированной бригады. На боевых позициях операторов дрона побывала наша Алена Грамова. Серебрянский лес – один из самых атакуемых россиянами участков фронта в направлении Кременной. Лес, как можно видеть, полностью покалечен укрытием на местности. Для бойцов это тоже не назовешь. Все спаленное, разбитое снарядами. Поэтому здесь даже, несмотря на то, что мы находимся в лесу, перемещаемся очень быстро. Первая линия сил украинской обороны здесь ежедневно отбивает до пяти российских штурмов. Самостоятельно пехоте с этим не справиться. Поэтому даже в самую нелетную погоду аэроразведка всегда старается поднять в небо дроны. Это важная ситуация. Что вы видите? Вы же очень ночи. Мы все видим, мы видим перемещение, мы видим их штурмы. Штурмы недавно были, мы помогали их отбивать. Это важная ситуация. Погода важная. С Ребами тяжело работать, их сейчас очень много. Бойцы отмечают, на этом участке фронта россияне редко штурмуют техникой. Чаще атакуют небольшими группами. И такие попытки ежедневно пресекают операторы скидов и дронов Камикадзе. Пехота, последним часом, засоби связку им с низшим. Дуже много. Антенны и все таки остальные. Вывести из строя живую силу противника даже с незначительными ранениями уже результат, говорят защитники. Скид на работу вылетает не сам. Как минимум еще два дрона корректируют его передвижение. Защитники отмечают, в нынешней войне ударные БПЛА – одно из лучших оружий для сдерживания. Бойцы научились использовать одноразовые дроны для нескольких вылетов. Теперь, например, дрон стоимостью в несколько сотен долларов может нанести многомиллионный ущерб противнику. Бойцы самостоятельно собирают и обслуживают дроны. Признаются, с обеспечением такими средствами борьбы с противником им хорошо помогают волонтеры. Алена Грамова, Евгений Кармазин, Александр Колычев из Луганской области для телеканала Freedom. Ну и, конечно же, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю обновляется лента новостей. Подписывайтесь и ознакомливайтесь со всеми новостями в любое удобное для вас время. Российские войска пытаются наступать сразу на нескольких участках фронта. Там идут позиционные бои. В частности, они продолжаются в районе Синьковки и Песчаного около Купенска, к западу от Кремяное, а также возле Серебрянского леса и Белогоровки. Это Луганская область. Об этом сообщает Институт изучения войны. А в Донецкой области наиболее активные боевые действия продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В то же время на юге Украины, по данным аналитика, войска Российской Федерации пытаются штурмовать около границы Донецкой, Запорожской областей, к северу от Приютного, вблизи Золотой Нивы, Старомайорского, а также около Работина и Вербового. Российские войска не вошли ни в Авдеевку, ни в ее окрестности, однако усилили интенсивность штурмов с юга старой части города. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, на фоне ухудшения гуманитарной ситуации продолжается эвакуация населения. Силы обороны вернули под свой контроль территорию ресторанного комплекса «Царская охота» на юго-восточной окраине города. Несколько дней назад туда через подземный трубопровод зашла группа российских оккупантов. Украинские военные их выбили. Сейчас объект полностью контролируется вооруженными силами Украины. Но армия Российской Федерации продолжает атаки на этом направлении. Противник давит, подтягивает резервы, ежедневно бросает на штурм большое количество людей. Также активно применяет артиллерию. 50-60 обстрелов за день. Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации.